Рассмотрим замкнутый контур, одна из сторон которого может перемещаться. Масса этой перемычки равна m. Находящийся в магнитном поле, направленном перпендикулярно плоскости рисунка. Подвижную сторону рамки толкнули сообщив ей скорость v, и она начала перемещаться. За какое-то время dt эта рамка пройдет расстояние dx, которое можно определить по формуле v на dt. v – это текущее значение скорости. При этом изменится поток, поскольку площадь возросла. Изменение потока будет определиться b на ds. А ds можем записать через dx, который связан со скоростью, и длину перемычки. По закону нового, деленное на r. Или изменение потока за время dt, деленное на r. Поскольку у нас r стремится к нулю, то при любом отличном от нуля dφ ток обращается в бесконечность, что физически невозможно. Поэтому делаем единственный выход, что поток должен быть строго постоянен. То есть изменение потока должно быть равно нулю. Как можно этого достичь? Изменение потока dφ внешнего поля будет компенсироваться появлением потока dφ штрих, обусловленного изменением тока, который возникает за счет явления электромагнитной индукции. При этом суммарный поток будет равен нулю. Суммарное изменение потока будет равно нулю. Подставим сюда оба потока. Один из них со знаком минус, поскольку это ds индукции. Подставим их в значение и выразим отсюда скорость. Скорость будет определяться как l, деленная на b, l маленькая d и p dt. Эта скорость нам понадобится для того, чтобы ее вставить в уравнение энергетическое. Источка это стандартное обозначение, производное по времени от тока. Теперь запишем энергию кинетическую, начальную. Она у нас в процессе движения будет состоять, преобразуется в кинетическую. Часть ее останется в виде кинетической, а часть перейдет в энергию магнитного поля, l и квадрат. v и i это текущие значения тока и напряжения, соответственно. Подставляем сюда значение скорости, и у нас появляется i с точкой, а здесь у нас стоит i в квадрате. И смотрим, что отношение коэффициентов перед обобщенной координатой и производной обобщенной координатой будет определять там частоту. Обозначим коэффициенты перед i квадрат альфа, перед i с точкой в квадрате бета и выразим отсюда частоту. Частота будет у нас равна. Двойки сокращаются, l сокращаются, получается b квадрат, l квадрат разделить на m, l большое, l большое это индуктивность.